Приветствую вас, Виктория. Давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в отношениях семь с половиной лет. Не женаты, живем вместе. Смотрите, как-то получилось так, что за семь с половиной лет вы не стали семьей. И это уже сам по себе довольно тревожный знак. То есть за такое время отношения либо могли перерасти вас что-то большее, вот, то есть например в семью, в брак, либо вам нужно было бы расстаться. Потому что вы поняли бы, что, ну, не подходите друг другу. Ну, вашему мужчину такая ситуация очевидно устраивает. То есть вот, ему нравится так, как происходит. И менять он действительно ничего не хочет. Потому что ему это не выгодно. И вопрос, на мой взгляд, заключается в том, почему вы позволяете себе, вы, именно вы, позволяете себе. находиться в отношениях, без, вот, ну, без брака, да, столько времени. Почему вы себе это позволяете. И здесь, я полагаю, можно говорить, в частности, в частности, о заниженной самооценке. Можно говорить о страхе одиночества. Можно говорить еще о многих вещах. Настал период, когда я пересмотрел свои взгляды на жизнь. И они у нас не совпадают. Ну, я знаю, это нормально. Пытаюсь поговорить, натыкаюсь на агрессию, начинаю плакать и начинают меня охватать и толкать. Ну, тут вот, вообще-то говоря, не совсем ситуация понятна. То есть, что вы имеете в виду, когда говорите, что пытались поговорить, пытаетесь поговорить. То есть, а раньше, что вы не разговаривали, что вот только сейчас пытаетесь поговорить. Раньше он не агрессировал, что для вас это новость, что он агрессирует за семь с половиной лет. Почему вы начинаете плакать? Тоже вопрос. То есть, такое ощущение, что вот стоит именно сейчас агрессировать на вас, и вы начинаете плакать. То есть, ну, опять же, одно дело, если бы это было вот что-то такое израдованное выходящее, да, и вы не ожидали это одно дело. Другое дело, когда вы плачете, да, плачете, ну, из-за того, что в общем и целом довольно предсказуемо здесь. То есть, из-за чего вы начинаете плакать конкретно? Ну, начинает меня хватать и толкать. Ну, по факту, это вот демонстрация вам того, как вы к себе относитесь. Это вот именно, ну, именно вот в таком ключе. Это демонстрация того, как вы сами к себе относитесь, как вы сами себя воспринимаете. В том числе, как вы преподносите себя мужчине. Потому что вот то, что он вас хватает вот так, ну, это вот говорит, это про это больше. Именно про вот смазанку. В итоге ничего не решается. Ну, так и не решится, потому что человеку-то ничего не надо. Недавно решил поговорить снова и проглотил, когда он начал агрессировать. Ну, для меня не совсем понятно, что значит проглотило, когда он начал агрессировать. То есть такое ощущение у меня, а вот, ну, возникло такое ощущение, что у вас как будто бы задевает эта история, что он агрессирует. То есть вот такое ощущение, что, ну, что вот вас это именно, ну, именно задевает. Если вас это задевает, то нужно понять, чем вас это задевает. Конкретно. Как вас это задевает. Как вас это задевает. Опять же. Конкретно. И, соответственно, тогда уже смотреть и разбирать. В общем, ну, ваша трудность. В общем, значит, конфликт здесь идет у вас. Потому что, если человек, к примеру, агрессирует, вот, что, на мой взгляд, воспринимать это на свой счет, как это делаете, судя по всему, вы, да. Это последнее, что вообще, ну, последнее, что нужно делать. А последнее, что можно сделать. Ну, 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 вот, для вас, на мой взгляд, опять же. Так что, это вот вопрос. Это все вопрос. Дальше. Он сказал, что меняться должен я, и если, ээээ, если что-то меня не устраивает. И взгляды он свои пересматривать не будет. Ну, в принципе, вполне такая адекватная позиция для человека. Это, конечно, понятно, что форма не совсем адекватна. Именно форма. Именно форма, конечно, не совсем адекватная, да. Но, вот, позиция, она, в принципе, вполне себе адекватна. Вот. Почему? Потому что, ну, на самом деле, ээээ, если человек не хочет что-то менять в себе, то не очень-то понятно, зачем ему это делать. Вообще. Зачем ему это делать. Вообще. Вот. Как бы, ну, вы же, вы же, вы же его, ээээ, ну, вы же его принимали, а, вот, ну, собственно, вот, таким, таким, вот, какой он есть. Ну, судя по тому, что вы говорите, вы принимали его. А, сейчас, получается, эээ, что-то, ну, что-то изменилось. Вот. А, что изменилось? Нужно вы, нужно выяснить, нужно, вот, эээ, ну, постараться понять, что изменилось. Ну, кон, ну, конкретно, вот конкретно, что изменилось. Почему, почему, почему сейчас вы его принимать так и перестали. И что, эээ, собственно, послужило основанием для, эээ, пересмотра ваших, ваших взглядов, как вы говорите. Вот. Тоже, такой, достаточно важный момент. Историй своей пересматривать он не будет. Но, опять же, здесь, ээээ, не поспорить, зачем человеку, эээ, пересматривать свои взгляды. Вы пересмотрели, а ему зачем это делать? Ну, и совсем, опять же, понятно. Вот. Вот. Ээээм. Дальше идем. Насчет. Если вы не дрогать и молчать, когда включите меня, то отношение класс для меня. А в это я больше не хочу молчать. Ну, эээ, знаете как, вот, вкладывается такое впечатление, да? Такое впечатление у меня вкладывается, что вы терпели очень долго и его, такое вот, отношение, к вам, к вам. Прям вот, терпели. А теперь терпеть больше не хотите. Понимаете? И вопрос, вот здесь, который я хотел бы вам задать. Заключается в том, почему, собственно, терпели раньше. То есть, какие были основания терпеть? Почему сейчас у вас, по сути, такая, я бы сказал, болезненная, болезненная реакция на человека? Хотя, сам человек, судя по тому, что вы пишите, сам человек, он особо не изменился. То есть, сам человек, он, вот он, как был, да, таким, но он, в принципе, таким и остался. Дальше. Значит, и понимаю, что не хотел бы себе такого мужа и отдать своим детям. Но опять же. С одной стороны. С одной стороны. Я вас понимаю. Но с другой стороны. Вы же, сколько времени, ну вот, с человеком были в отношениях. Сколько времени вы находились с ним в отношениях. И вас, получается, не слишком беспокоило, что это не совсем подходящий для вас муж и подходящий отец ваших детей. Но самое неприятное здесь то, что вы, судя, потому что пишите, достаточно сильно, я бы сказал, что вы ориентируетесь на семью, что ли. То есть, вы ориентируетесь на как раз вот, как бы так сказать, вы ориентируетесь на семейное взаимодействие. Не на себя саму, а именно на семейное взаимодействие. И, мягко говоря, эта позиция вас дискредитирует. Потому что эта позиция делает вас зависимым. зависимым от, ну, от мужчины, например. Который может или хочет давать вам, например, то всем вы, там, допустим, нуждают. Вот. Ну и время. 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 Мне кажется, что довольно много времени прошло, прежде чем вы поняли, что это вот не совсем тот человек, которого вы хотели бы видеть. То есть, мне кажется, что достаточно долго вы, достаточно, достаточно долго вы понимали, кто перед вами. Дальше. Привычка моя или зависимость держит меня. Привычка в чем? Зависимость в чем? То есть, я не спорю. Может быть. Может быть, привычка, может быть, зависимость. Но в чем? Зависимость от чего? Привычка в чем? Давайте разберем этот момент. Ибо это важно. Да? Очень важно. Дальше. Когда я говорю, давай разведемся, подумаем, он начинает манипулировать, говорит, что я буду спать тогда с другими девушками. Обратите, пожалуйста, что спрашиваю, что здесь такого, если вы чувствуете, что человек не совсем ваш, если вы чувствуете, что мужчина вам, например, не подходит. Что здесь такого, если он будет спать с другими девушками. То есть, как это, ну, грубо говоря, манипулирует вами, вами. Или, может быть, как это способно манипулировать вам, если вы говорите, что человек вам не подходит, не подушат. Такое ощущение, что вы боитесь его потерять. Боитесь достаточно странно. Говорю, давай расстанемся, не хорошо, что мы так ругаемся. Ну, здесь вы несколько лукавите на мой взгляд, потому что не только вы оба ругаетесь, но и лично вы, Виктория, ругаетесь. Так давайте спросим у вас, почему вы ругаетесь? Не вы оба, а именно вы и только вы. Ведь в конфликте скандален. Ответственны оба, оба человек. И, ну, наверное, вам не хочется ругаться с мужчиной. Ну, я так думаю, по крайней мере. Если не хочется с ним ругаться, так и нужно разобраться. Нужно разобраться с тем, почему вы это делаете. Почему вы ругаетесь? Именно вы ругаетесь. Не он, а вы. Дальше. Он говорит, все семьи так живут, всех женщин мужчины шеврят и остальные сники во время слов. Но это обобщение, это неправильно. Но лучше, ты лучше не дочь, говорите, еще у нас есть кошка. Говорит, я заберу буду издеваться, чтобы тебя отомстить. Ну, я бы сказал, что здесь очень обесценивающая позиция, как у мужчины по отношению к себе, так у вас по отношению к себе. Ну, а кошку вы можете, кстати говоря, забрать с нами, а в этом, не думаю, что в этом есть какие-то флотности. Ну, или будут какие-то флотности. Вот. Конечно, конечно, если вы действительно этого хотите. То есть вы действительно хотите там тоже кошку забрать. Например. Например. Я понимаю, если это бред, но это не бред, что я ведусь, наверное, как больная зависимая. Ну, вы себя здесь обесцениваете, вы себя здесь ругаете. А надо на самом деле поисследовать, что происходит. И, да, может быть, вы, может быть, вы и ведетесь, но нужно посмотреть, почему вы ведете. То есть не ругать себя, как это вы делаете сейчас, столь вот самозабвенно, как мне кажется. А именно по исследовать свои реакции, свои желания, может быть, которые у вас имеют. Это, кстати, вполне нормально, что, ну, что желания у вас есть, должны быть, это хорошо, что есть. Дальше. Так. Значит. Вы пишете. Вне дома все понимают. Прихожу домой. Вроде начинает быть мягче. Я снова выбираю мысли о расставании. Надеюсь, надо смотреть о том, что для вас означает его мягкость. К слову, домой не рвусь. Обнимать голову не хочу. Одно, мне комфортно. Идим, как будто в мужчине, которого не люблю. Как быть? Ну, собственно говоря, разобраться в себе, в своих чувствах и в своих желаниях для начала. В своих противоречиях и страхах. Сама рынка, по-моему, стала быть уверенной в себе. Родители, друзья, говорят, что вы же столько лет вместе, вдруг где останешься одна, вдруг лучше него не найдешь. Ну вот, это, опять же, обесценивающее отношение как к вам, так и к вашему партнеру. Лучше него не найдешь. То есть, а почему? Ну, неужели вы достойны только такого? Кхм-кхм. То есть, эта вот обесцелька, она в вашей среде находится. Я так устал, у меня от постоянных размышлений, головные боли. Ну, тут не мыслить, не мыслить нужно естественно, вернуть вопросом последую. А вдруг у меня помысление, вдруг я запуталась. Ну, вряд ли бы запуталась в том, что учитываете, что что-то не ваше. Как к человеку относительно хорошо, так и начать встречаться мы были лучшими друзьями. Но как у любимого мужа не рассматриваю. Ну вот, во-первых, так бывает, а во-вторых, нужно все-таки что-то общее. Может, я зажирался, это реально нормально, просто мужчина может поменять физическую силу во время конфликтов. Ну, а вы-то сами, как считаете? Вы сами. Как говорите, извиняться не буду. У него это нормально. Ты сама в этом виноват. Ну, это перекладывание ответственности. Узнаю много вопросов воды, но про все, как она под направлением дать, в каком мне дальше двигаться. Вам двигаться в направлении психотерапии, доктора. К слову, я ему не изменял, его никогда пойман не был. Ну, это вообще не очень понятно к чему. В этом написали про измену. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.